Девушки отдыхают Майкла Рельфа и Безила Дирдена «Соломенная женщина» По одноимённому роману Кэтрин Орлей В фильме также снимались Александр Нокс, Джонни Секка, Лоуренс Харди, Питер Мэдден, Дэнни Дэниелс, Ноэль Хаулет Авторы сценария Роберт Мюллер и Стэнли Ман В фильме использована музыка Бетховена, Берлиоза, Моцарта, Римского-Корсакова В исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Мьюера Мэттисона Оператор Отто Хеллер Продюсер Майкл Рельф Режиссёр Безил Дирден Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оставь меня Давай, прыгай, Джекоб, хороший пёс Давай Давай, прыгай, Джекоб, прыгай смелее, Джекоб, прыгай Ну же Я кому говорю, прыгай Энтони Джордж, бумаги готовы? Мы ждём вашего дядю Он учит собак новым трюкам Глупые псы Бестолковые Ты меня укусил, бестия Глупые неблагодарные животные, я так и знал Фэнтон, Томас, где вы? Уведите этих тварей отсюда Бэйнс, они меня покусали Бэйнс, вы не могли бы привезти мистера Ричмонда? Мистера Ричмонда укусила собака Нужно оказать ему первую помощь Опять придётся ждать Боюсь, старика вы сегодня не дождётесь Он должен подписать договор до совета директоров Давайте я посмотрю Проклятая тварь, где новая сиделка? Она едет из Лондона Едет или идёт пешком? Что это у тебя? Я просмотрел договор, не хотел вас беспокоить Не хотел, дай мне его Рана кровоточит, завяжи покрепче Мы не можем принять этот пункт договора Отложить операцию на три недели Седьмой и восьмой пункты убрать Ваш племянник думает Меня не волнует, что он думает Перепишите Давай уже Что ты делаешь? Больно Позови доктора Мюррея Быстрей Спасибо, господа Куда ты пошёл? За доктором Мюрреем Поторопись Почему ты так поздно? Вы же знаете Лондон, сэр Не знаю, кто тебя задержал Портной, маникюршер, парикмахер Вы должны подписать это сегодня, а то они применят штрафные санкции Мы потеряем деньги Проклятые мошенники Они внесут поправки Глупости я никому не доверяю Я сам проверю договор перед советом директоров Ладно Где сиделка? Она уже в пути, дядя Только мне нужна красавица, а не чёртова бой-баба Предыдущая была с усами и целыми днями ела вонючий козий сыр Вези, вези Где доктор? Положи меня в постель Я болен Дурак Оставил слона без защиты Чтобы вытащить вашего ферзя Слушай Невероятный эффект Это берлёз Тёплая музыка Страстный человек Шах Но не мат Пока Сначала ты играл неплохо, а в конце эскиз Как твой отец Ни остроты, ни выдержки Под давлением ты сдаёшься Я устал Где новая сиделка? Целый день её жду Чёрт, в руках болит Я послал машину на станцию Она обещала прибыть в 6.35 Обещала, и ты поверил Глупец Национальная болезнь Не доводить дело до конца Она приехала Вовремя Посмотрим на неё Опять с усами И потными подмышками Будь с ней помягче Я обошёл все агентства Ты выбирал для меня Не забывай Заходите Дядя не любит, когда к нему подходит Слишком близко Что вас задержало? Я ждал целый день Плохое начало Простите, мне нужно было выспаться Мой пациент умер прошлой ночью Умер? Это вы его уморили Со мной это не пройдёт Кто тебя просил выключать музыку? Включи Громче Как я поняла Вы повредили руку Позвольте взглянуть Завтра Имя? Мария Марчелло Иностранка Неудивительно И я доверил это тебе Вы регулярно моетесь, мисс? Да, мистер Ричмонд В моей работе это необходимо Я моюсь регулярно Тогда всё в порядке Пахнет хорошо Не козьим сыром, слава богу И усов нет Скажи, что ей нужно знать Мой племянник Мы встречались Что? Встречались? Сегодня утром в агентстве Я решил, что должен лично поговорить с мисс Марчелло Не думаю, что ты разбираешься в женщинах Я покажу вам вашу комнату Громче, громче Я не слышу Сложный случай Сложный пациент Надеюсь, вы останетесь Я никуда не тороплюсь У вас хороший повар? Саввоя Я пришлю вам что-нибудь Спасибо Комната для сиделки Боюсь, это лучшее, что у нас есть После еды я ещё раз посмотрю на пациента Вы слышали, что сказал дядя? Завтра На фотографии вы на себя не похожи На фотографии? Это важно Внешность всегда важна Для сиделки Я должен был выбирать с осторожностью В прошлом уже были ошибки Уверен, в этот раз мы не ошиблись Десять минут в агентстве Вы меня не знаете Ошибаетесь, Мария Я довольно много знаю о вас И о вашем прошлом Моя личная жизнь вас не касается, мистер Ричмонд С моим дядей непросто общаться Он привык получать именно то, что он хочет С ним нужно иметь такт И огромное терпение Уверен, вы обладаете необходимой квалификацией Я дипломированная медсестра и привыкла к трудным пациентам Это всё, что вам нужно знать Спокойной ночи, мистер Ричмонд Надеюсь, вам здесь будет удобно Жизнь в Фоксхёрсте имеет свои преимущества Неужели? Вы не похожи на медсестру Я медсестра Но сомневаюсь, что она вам нужна Уверяю, вас нужна Спокойной ночи Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok Здесь удобнее есть, чем в комнате, мисс... Здесь официальнее Вы не любите формальности, мисс Марчелло? Или вам не нравятся мои слуги? Знаете, почему они у меня? Они служат сотни лет Прислуживают белому человеку Это у них в крови Но теперь каждый сам себе хозяин Нет ни чувства долга, ни уважения Здесь или в Америке Нега уже не знает своего места Но в Африке ещё можно найти настоящих слуг Да, Томас? Подтверди Замечательные примитивные существа Полное отсутствие образования Но он знает то, что должен знать Верно? Видите, мисс Марчелло Проблему со слугами Мой дядя решает по-своему Со слугами обращается как с собаками А с собаками как с сослугами Да, посмотрите на него На эти лилейно-белые руки Он умеет только водить ягуар И соблазнять женщин А вам не хотелось бы этого делать? Давай, смейся, как твой отец, зубоскал Живёшь, как он, и умрёшь, как он, без гроша Мистер Ричмент Думаю, вы больше не нуждаетесь в моих услугах Ваша рука почти зажила Позвольте мне решить это Вы уедете, когда я вам скажу Но я вам не нужна Я пойду туда, где я могу принести пользу Наверное, в какой-нибудь пригородный роддом Вам не кажется, что за мной присматривать выгоднее? Мне везде платят одинаково Вы прекрасно знаете, что я могу платить в 10 раз больше, чем все остальные Обычно я беру плату по тарифу Это мы ещё обсудим Вы останетесь Понимаете, с тех пор, как моя жена умерла 20 лет назад Я страдал от отсутствия Отсутствия женской компании Приятной женской компании Не думала, что такому мужчине, как вы, трудно её найти Да, это трудно Как, по-вашему, такой мужчина, как я, может найти приятную женскую компанию? Заказать её по почте? Из какого-нибудь машинописного бюро? Это непросто Непросто Нужно быть Осторожным Но вы мне понравились, мисс Марчелло Очень понравились Я рада Ужин был великолепным Спокойной ночи Идите в свою комнату, мисс Марчелло И завтра же сожгите эту униформу Я хочу, чтобы вы выглядели как женщины Красивая и желанная Свежая, роскошная и модная Вы слышите? Ну вот и всё С этим мы разделались Не совсем разделались Да, дядя? Да Это Энтони, можно войти? Одну минутку Вы ему понравились Напомнили ему о жене Вы пришли сказать мне об этом? Я пришёл извиниться за его поведение Он бывает ужасно груб Вам не обязательно было приходить? Надеюсь, вы останетесь Он больной человек Есть другие сиделки Не такие, как вы Я хочу, чтобы вы остались Женщины всегда выполняют ваши желания? Безоговорочно Можно мне присесть? Нет Благодарю Очень интригующая девушка Кажется, что внутри вас скрываются несколько женщин Я знаю только одну Расскажите мне о ней Она такая, какой вы её видите Очень красивая И амбициозная Уже нет Почему вы покинули Италию? Городки на юге Италии хороши для туристов А для местных бедняков это ад У меня никого не было И я приехала в Англию В поисках лучшей жизни? Да И вы её нашли? Нет Ещё нет Больше я вам ничего не скажу Вы сказали достаточно Мария Вы останетесь, не так ли? Уходите, мистер Ричмонд Вы привлекательный мужчина Но меня не интересуете ни вы, ни ваш дядя Очень жаль Потому что мы оба очарованы вами Энтон, Томас, парни Ролло, стой, стой Стой, я тебе говорю Сэр Покажите собакам, чего я хочу от них Но, сэр Вставай на четвереньки Как будто я хочу дать тебе пинка Что за ребячество? Фэнтон, прыгай через своего брата Они будут подражать тебе Вот так Отлично Давай Джейкоб, смотри Маленький дурачок Смотри, Джейкоб Смотри, давай Смотрите, как они преданы друг другу и мне Продолжай Продолжай, Фэнтон Давай Но это жестоко Жестоко и бессмысленно Теперь пусть Ролло попробует То, что нужно Попробуй еще Прыгай Молодец Молодец, Джейкоб Нет, не останавливайся Фэнтон Давай, дурак Я не хочу на это смотреть Прощайте, мистер Ричмонд Пожалуйста, пришлите чек-агентству Как вы смеете А ну вернитесь, глупая девчонка Я плачу им за это Глупая девчонка, говорю вам Им это нравится Нравится В чем дело? Я уезжаю Он чудовище Обращается с людьми, как с грязью Ты видел, что случилось? Да Она уезжает Хотите, чтобы я ее вернул? Нет, привези кого-нибудь другого Пусть уходит Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу, чтобы она вернулась Вы удивлены? Нет Я знала, что вы придете Значит, вы остановились здесь Да Это единственный отель в Фоксхерсте У вас никого нет? Сейчас нет Почему вы были уверены, что я приду? Вам что-то нужно от меня Правда? Вы уверены, что это так? Вам нравится, чтобы за вами бегали? Вы считаете, что знаете меня? Я долго искал такую, как вы, Мария Как я? Как я? Да Вы знаете, чего хотите И чего же я хочу? Семья Ричмонд очень богата Как вы думаете, сколько мы стоим? Миллион? Миллион? Пятьдесят Пятьдесят миллионов Видите, Мария, вы очень наивны Вы хотите, но не знаете Не знаете, как Что вы пытаетесь сказать? Теперь скажите Зачем вы пришли? Я хочу сделать предложение О браке С чего вы решили, что я выйду за вас? Вы мне льстите Нет, вы выйдете не за меня А за моего дядю Не знаю Смогу ли я это сделать? Он такой жестокий С ним невозможно иметь человеческие отношения Вы были готовы ухаживать за ним, как сиделка От жены требуется не намного больше И это продлится недолго У моего дяди есть причина для ипохондрии Он скоро умрет Я вижу, в каком он состоянии Это может тянуться вечно Или нет За что вы его так ненавидите? Мой отец был его партнером Но Ричмонд его затравил и уничтожил Конечно, бизнес есть бизнес Никакой мелодрамы Просто слабый человек был прижат к стенке Но я прекрасно знаю Что когда мой отец покончил с собой Это было еще одним триумфом Чарльза Ричмонда Почему он сделал такое собственным братом? Вы слышали, с какой любовью он говорил о своей жене? Вы видели ее портреты? Она была красавицей Она была моей матерью Вдовой моего отца Нет Почему он держит вас при себе? Он должен знать, как вы его ненавидите Чарльз Ричмонд живет ненавистью Когда его ненавидят, он чувствует свою власть Несколько месяцев назад он составил завещание Все оставил благотворительным организациям, о которых он ничего не знает А мне достанется всего 20 тысяч фунтов Это целое состояние Это гроши А вот деньги моего дяди Это настоящее богатство Вот почему вы должны выйти за него Он изменит завещание И вы унаследуете все Все О чем вы мечтали Если я вас правильно поняла То не все Миллион фунтов Вот что я хочу за свою помощь План давно сложился в моей голове Мне нужен был подходящий человек И я его нашел Почему вы решили, что он захочет жениться на мне? Попробуем рискнуть Вы ему нравитесь? Если я ему так нравлюсь Зачем мне нужны вы? Моя дорогая девочка Вы умный Но для того, чтобы управлять таким человеком, как Чарльз Ричмонд Нужна особая хитрость Сами вы не справитесь Справлюсь Если я буду против вас Не думаю Даже с моей помощью Вы не можете быть полностью уверены Он непредсказуем и беспощаден Одна ошибка может разрушить все Вы думаете, мне можно доверять? Думаю, можно Мне казалось, это деловое соглашение Джексон, авиация союзников Встреча 19 июня В твоем отделе дела идут неважно Доложи о действиях, которые ты предпринимаешь Отнеси эти пленки в кабинет О, это вы? Я собираю лекарства в дорогу Лизы, выходные Было бы лучше все отменить Это пойдет вам на пользу Вы когда-нибудь плавали на яхте? Нет Я жду этого путешествия Как неудобно В чем дело? Вы прекрасно знаете, что вам нельзя курить Доктор Мюррей Доктор Мюррей – старая брюзга Это одно из немногих удовольствий, которые мне остались Дайте мне ключ Всего одну сигару Это не обсуждается Никто не узнает Это останется между нами Вам запрещено курить, мистер Ричмонд Никто не может мне приказывать, мисс Мерчелла Ни знахари, ни слуги А теперь будьте умницей Дайте мне ключ Я дам вам по пять фунтов за каждую сигару Вы напрасно тратите время Я здесь для того, чтобы ухаживать за вами А не портить ваше здоровье Вы злитесь, потому что я пытался вас подкупить Я был бестактным Вы меня простите? Конечно Я привык иметь дело с людьми, которые за деньги сделают все Вы не такая Мне придется учиться Смотрите Нравится? Красивая Это вам В знак примирения Нет, мистер Ричмонд Я не могу это взять Наденьте Если я не научу себя вести, вы мне его вернете Вы очень любезны, но... Прошу вас Я хочу, чтобы его носила красавица А теперь положите ключ в шкаф И уберите эти сигары Вы можете быть очень милым человеком Почему вам нравится вести себя по-свински? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дай мне коробку с сигарами Я говорил с Саут Гэмптоном Капитан готов отплыть вечером Отнеси эти пленки в кабинет Чертова девчонка пыталась запретить мне курить Хорошо, что у меня есть еще Связаться с агентством? Нет Я поговорю с ней Ничего хорошего из этого не выйдет Хорошо, что вы отказались дать мне сигары Сэкономили мне сто фунтов У меня есть еще одна коробка в кабинете Я просто проверял вас Прекрасное начало, мисс Марчелла Прекрасное Мистер Ричмонд, в вашем состоянии Одна сигара забирает месяц жизни Пытаетесь меня напугать? Я не боюсь смерти Вы растачаете тот жалкий капитал, который у вас остался Мне кажется, ваше положение не позволяет вам оскорблять моего дедю Я отнесу ваши вещи в машину Оставьте ее здесь, дядя Если мне понадобится твой совет, я спрошу его у тебя Хороший пес, хороший Я все собрал, дядя Надеюсь Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Бетховен Почему вы так далеко сидите, мисс Марчелла? Вы забыли, что у меня есть инструкции Послушайте, какая легкость, изящество, спокойствие Они считали его скучным Бетховена, грубые, невоспитанные ослы Никакого чувства юмора, учтивости Вы считаете меня чудовищем, верно? Да? Только когда вы пытаетесь меня запугать Людям нравится, когда их запугивают Людям нравится сила Они жалуются, но так им спокойнее Ей было спокойно со мной Вашей жене? Наталья была преданной Не считала меня скучным и не думала о моем богатстве, нет Она была преданной Это было очень давно Я построил эту яхту для нашего медового месяца Наверное, она кажется вам старомодной, но мне не хотелось ее менять Я вам наскучил? Конечно, нет Люди меняются Я был таким деятельным И не только на словах Натали тоже любила музыку Мы устраивали прекрасные музыкальные вечера Деньги ей были нужны только для музыки Остальное ее не интересовало Говорят, она вышла за меня не из-за денег Одному богу известно, что она во мне нашла Но она была преданной За все годы брака она ни разу не повысила на меня голос Никогда не пыталась что-то выманить у меня Она была исключительной Вы были счастливым человеком Она умерла в страшных мучениях Богатство не может защитить от болезни и смерти Так какой в нем смысл? Он рассказывал мне о вашей матери О том, как ей нравилась его сила Как она любила его, а не его богатство Он с такой грустью говорил о ее смерти А он не упомянул о том, что он сказал после ее смерти? Нет Он сказал, ты дала мне все и ничего не взяла взамен Глупая женщина Не будем впадать в сентиментальность С тех пор, как вы занялись провизией, мне стало намного лучше Благодарю Мисс Марчелло скоро станет управлять кораблем Что ты имеешь в виду? Что ее обязанности сиделки не так уж тяжелые Это Гамбург, сэр Крамер! Ты видел министра? Я знаю, этот пункт не хуже его Ты же сказал мне, что все уладишь Он хочет, чтобы я пошел прямо к премьер-министру? Так им нужен завод или нет? Если они в течение суток ничего не сделают, я отдам проект в другое место Ставлю себе Уберите цыпленка со стола Уберите! Пожалуйста, оставьте тарелки на месте Вы слышали, что сказал дядя? Вы поручили мне следить за питанием Да, но я ненавижу птицу Я знаю Цыпленок для нас Для вас я приготовила рыбу Я попросил бы вас не спорить со мной в присутствии других слуг Скажите повару, что он уволен Повар тут ни при чем Это приготовила я Право же, сэр Я не отменяю свои приказы Принесите рыбу моим гостям И, капитан, поставьте музыку Закрой дверь Я не могу это вынести Иногда он выглядит вполне человечным А иногда ведет себя как безумец А ты его поощряешь Мне приходится спорить с вами обоими Это часть игры Я всегда выступаю против тебя А он за тебя Это прекрасно работает Возможно, для тебя Но не для меня Ты принимаешь меня не за того человека Я принимаю тебя за женщину Которая хочет Ты считаешь, что мне нужны только деньги А как же другие вещи? Они у тебя тоже будут Мы вместе будем ими владеть Какого черта он делает на палубе? Принеси мне шляпу Давай быстрее Да, сэр Капитан хочет вернуться в порт Пусть идет к черту Если мы не вернемся в порт Я снимаю себе ответственность Проклятие Я единственный смельчак на борту Что вас беспокоит? Безопасность моего корабля Это мой корабль Возвращайтесь в рубку Я буду отдавать приказы Мой брат Мой брат упал за борт Человек за бортом Человек за бортом Выловите его Держись крепче Помогите Где он? Я хочу его видеть Держись, Фентон Держись, парень Я говорил вам, что нужно вернуться в порт Почему вы не вернулись? Ведь вы хозяин на корабле Он делает то, что я ему говорю Прекратите панику Идите в порт Что вы так смотрите? Вам это понравилось Вы наслаждались этим зрелищем Чудовище Отвезите меня вниз Стойте Отнесите его в мою каюту Ложитесь Поспите К утру Он придет в себя Вы позволите ему остаться здесь до утра? Здесь удобнее, чем в каюте слуг Я буду спать в салоне Спасибо, мисс Почему вы на него работаете, Томас? У нас дома большая семья Мы посылаем им деньги Можно заработать другим способом Дело не только в этом Весь наш народ работает на мистера Ричмонда на медных рудниках Мы должны делать то, что он велит А я нет Вы уйдете от нас, мисс? Как только мы придем в порт Советую вам тоже уйти И вашему брату Наверное, мы слишком слабы Как и все мы Только не вы Да, вам лучше будет уйти Но без вас будет хуже Спокойной ночи, мисс Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok Простите Простите На одну ночь Нам не нужны туристы Комнаты нет Гостиница? Да, гостиница Вы меня отвезете? Это далеко Я дам вам денег Большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Синьорита Спасибо Есть кто-нибудь? Чем могу вам помочь? Мне нужна комната Хорошо, паспорт? Да Сюда, пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Вставай Одевайся Я не вернусь Вставай Я не вернусь, Тони Ты собираешься этим заниматься до конца жизни? Быть служанкой, мыть полы? Возможно Мы заключили сделку Я не могу его терпеть Вытерпишь, я нашел тебя Найдешь другую Таких, как я, миллионы Я выбрал тебя, мне нужна ты И ты вернешься Нет Теперь я свободна от него И от меня? От меня ты тоже свободна? Ты делаешь мне больно Знаешь, от чего ты отказываешься? От Фоксхерста и всего, что с ним связано С ним связан Ричмонд Это будет недолго Слишком долго для меня Прости, Тони, все кончено Ты отказываешься И от меня? Между нами тоже все кончено? Я жду тебя внизу Прощай, Тони Если он хочет, чтобы я вернулась Ему придется приехать за мной лично Сюда, сегодня Он даже не знает, что ты покинула яхту Так скажи ему Так, ты ничего не добьешься Ты хотел, чтобы я была твердой? Привези его сюда Я буду ждать А если он не приедет? Значит, все кончено Раз и навсегда Раз и навсегда Мы отплываем в Пальму на закате Скажи капитану, чтобы перестал дуться И скажи мисс Марчелло, что я не собираюсь ее ждать Мисс Марчелло? Мисс Марчелло покинула судно Да? Наверное, пошла по магазинам Лжец, ты был у нее, не так ли? Да, был Она не вернется Вернется Это блеф Она вернется Я в этом не уверен Чем ты ее подкупил? Ничем Я помню, как много она значит для вас Она ничего не значит для меня В таком случае это не проблема Вернись Я приведу ее вам, дядя Ты думаешь, это единственное, чего хочет женщина? А вы нет Вы ее хотите, но не можете получить Ты думаешь, я не смог бы ее получить, если бы захотел? Я в этом уверен Нет Она такая же, как все Чертовы женщины Они думают только... Нет Ну и черт с ней Скажи капитану, чтобы поднимал якорь Как только они закончат с починкой А теперь убирайся 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Капитан 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 Сэр Мы готовы отплыть Нет, я схожу на берег Прямо сейчас? Прямо сейчас Возьму одного из слуг Я пойду с вами Ты останешься здесь Я возьму слугу Я вас отвезу, сэр Скажи ему, где она Да, это я, мисс Томас Мистер Ричмонд Мистер Ричмонд ждет вас внизу Мисс Мисс Вы вернетесь? Мистер Ричмонд Присаживайтесь. Хотите пить? Жарко? Нет, благодарю. Чёртов грузовик. И что вы скажете в своё оправдание, почему вы покинули яхту? Это очевидно. Вы слишком впечатлительны. Парень был неаккуратен. Вы его чуть не убили. И это доставило вам удовольствие. Не сморчало. Есть вещи, свойственные больным и старым людям, которые даже вы, сиделка, не можете понять. Хотя, надо сказать, вы пытаетесь. Почему человек становится таким? Почему он ведёт себя так? Должен признать, что впоследствии мне было стыдно. Впоследствии? Да. Впоследствии. Послушайте, вы знаете, почему я здесь. Как насчёт того, чтобы вернуться? А вы попросите прощения? Я дам вам денег. Вы уже пытались. Каждый раз, когда вам не нравится то, что я делаю, вы заставляете меня испытать унижение. Нет. Какая вам от этого выгода? Возможно, есть вещи, свойственные женщинам, которые вы не можете понять. Возможно. Вы необыкновенная женщина. И красивая. И я думаю, надеюсь, что вы... Комплименты вместо извинений? Это очень тяжёлые условия. Я не просил прощения с тех пор, как я был ребёнком. Мой отец тоже поставил тогда условия. Я... Прошу прощения. Спасибо. Вы вернётесь? И когда вы не будете нужны мне, как сиделка... Я пойду туда, где я буду нужна. Я хочу, чтобы вы были честны со мной. Вы находите меня отвратительным. Это зависит от вашего настроения. И когда вы видите меня таким в кресле, вас это не раздражает? Вовсе нет. Вас раздражают мои деньги? Когда вы используете их, чтобы унизить других. Я сказала, что вернусь на яхту. Зачем вы истязаетесь себя этими вопросами? Я хочу знать, что вы думаете обо мне. Я никогда ни с кем так не разговаривал. Никогда. И сейчас мне нужно. Пожалуйста. Но я хочу этого. Вы выйдете за меня замуж? Что вы сказали? Вы считаете это невозможным? Скажите мне откровенно. Почему вы дрожите? От волнения? От страха? Нет. Это мне страшно. Не нужно. Это вредно для вас. Прошу вас. Ответьте. Я не знаю, что сказать. Сколько я еще протяну? Недолго, да? Даже без сигар. Давайте вернемся на яхту. Этим кольцом я венчаюсь с тобой. А дариваю тебя всем, чем сам владею. Объявляю вас мужем и женой. воды. И ты... Вason. И ты... Блин. Блия. ИНТРИГ. Я. Без Дом. Никто! День. Ваши войска... Но! Ты возникам. Этот цель? Я. Он Ages. И мечта! Как болен? Этоíemпzepожизме. Как? Кто-кved? Артимball у вас! Оп? Чтобы. Твой дядя везучий сукин сын Да, похоже, она сделала его счастливым Она и правда довольно мила Но вряд ли он доживет до ее сорокалетия У него есть повод для беспокойства Поздравляем Спасибо Я оставлю тебя, дорогая Не могу смотреть, как эти акулы глотают мое шампанское Чарльз, я пойду с тобой Нет, даже не думай Томас, увези меня Иди, развлекайся Ты здесь? Я тебя не заметила Богатство тебе к лицу, Мария Ты правильно сделала, что решилась на это Ты говоришь так, будто я совершила преступление Он сам хотел жениться на мне Не думаю, что он пожалеет об этом Я буду честна с ним Надеюсь, это не значит, что ты не будешь честна со мной Помнишь про миллион фунтов? Я помню Ты знаешь, что мне можно доверять Потерпи до конца медового месяца Женить бы это лишь первый шаг, Мария Остальное приложится, если я сделаю его счастливым Он уже стал другим человеком Сегодня он ни разу не позволил себе грубость Я собираюсь сделать его счастливым Да? И как же я? Не глупи Тебя я тоже не обижу Да? Простите, сэр Мистер Ричмонд прислал сообщение насчет завтрашней рыбалки Я заказал ланч на 10 утра Спасибо, капитан Миссис Ричмонд ему скажет Да, сэр Думаю, он ничего не заметил Ничего и не было Нет? Попалась Попалась Что я вам говорил? Монстр С ней придется повозиться Держи крепче, Мария Думаю, вам нужна помощь, сэр Позвольте вам помочь Отойдите от меня Думаете, я не смогу справиться сам? Пожалуйста, Чарльз Позволь ему помочь Мне не нужна помощь Она слишком сильна для вас Она слишком сильна для вас Вот дьявол Вот дьявол Пожалуйста, Чарльз, отпусти ее Она того не стоит Еще как стоит Чарт Ты ее отпустила? Зачем? Зачем ты это сделала? Чтобы спасти тебя Позвольте? Позвольте Ну, что ты об этом думаешь? Вы спрашиваете меня как родственника или секретаря? Ты его не одобряешь? Документ составлен грамотно, тут все ясно. Вы оставляете ей свое состояние. Ты недоволен? Я удвоил твои деньги. Этого недостаточно? Ты хочешь больше? Хочешь все? Нет, я рад, что вы нашли достойного наследника, не считая собачьего приюта. Позови свидетелей. Мария, не сожги свою прекрасную кожу. Они уже идут. Я считаю, вы совершаете ошибку. Считаешь, она вышла за меня ради денег? А вы как думаете? Я никогда не думал, что она вышла за меня из-за моей внешности. Но я ей нравлюсь. И что бы ты ни говорил, это не изменит моего мнения. Я ей нравлюсь. Доброе утро, сэр. А теперь? Подпишите это. Вы оба. Засвидетельствуйте мою подпись. Подождали бы немного, дядя. Я считаю, это ошибка оставлять ей все. Вы с ней едва знакомы. Вам не свойственна импульсивность. Подпишите. Теперь ты, Томас. Порядок. Можете возвращаться на яхту. Не смей оспаривать мои решения. Слышишь? Никогда. Отвезешь это к нотариусу, как только мы вернемся домой. Куда она пошла? Она предпочитает купаться в море. Мне не нравится, что она пошла одна. Она хорошо плавает. Нет, в этих водах плавать опасно. Иди к ней. КОНЕЦ 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 Ты слишком дорога, чтобы так рисковать. Твой муж так считает. Он прислал тебя присматривать за мной. Да, и у меня есть новости. Он сделал это. Он изменил завещание. Только что. Изменил? Несмотря на мои протесты, подписал и засвидетельствовал. Теперь все это твое. Как замечательно. Значит, мы победили. Не совсем. Я должен зарегистрировать завещание у монотариуса, когда мы вернемся в Англию. А ты пока будешь присматривать за стариком. Разумеется. Обрезав леску вчера, ты сделала изящный ход. Как ни странно, я думала только о нем. Боялась, что его хватит удар. До того, как изменит завещание. Я не это имела в виду. Тебе и правда нравится играть роль миссис Ричмонд, да, Мария? Ты ведь этого хотела, не так ли? Как мило. Получила деньги старика и может развлекаться с молодым. Я говорила, что буду честна с вами обоими. КОНЕЦ 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 В детстве я мечтал стать дирижёром. Мне это казалось таким величественным. Мой отец считал иначе. И мне пришлось ездить по миру и торговать. И я привык покупать то, что мне нравится. И мне нравишься ты, Чарльз. Очень нравишься. Надеюсь, это так. Да, так. Удивительно. Ложись спать, завтра мы будем дома. Тебе надо отдохнуть. Так приятно, что ты беспокоишься обо мне. Да, беспокоюсь. Хорошо будет снова оказаться в Англии. Там я чувствую себя свободнее, чем в других местах. Так было всегда. Даже в молодости. Конечно, тогда я любил гулять. по сельским дорогам. Я хочу, чтобы тебе там было хорошо. Фокс Херст теперь твой. Это лучшее, что у меня было в моей долгой пустой жизни. Не хочу, чтобы тебя было там так же одиноко, как и мне. Наслаждайся жизнью. Я требую, чтобы ты была счастлива. Чарльз, как можно приказать людям быть счастливыми? Ну, я счастлива. Прими лекарства, когда проснешься. Тебе достаточно позвонить в звонок, и я приду. Как скажешь, ты моя сиделка. Я твоя жена. Да, дорогая. Да. Дорогая. Я хотел тебе кое-что сказать. За несколько последних недель я получил больше удовольствия, чем за многие годы. Я тебе благодарен. Спокойной ночи. Доброе утро, Томас. Вы рано встали, мисс. Простите, миссис Ричард. Да, я не могла заснуть. Когда мы причаливаем? Часа через полтора. Я сама приготовлю завтрак мистеру Ричмонду. Доброе утро, мадам. Сделай кофе покрепче. Очень черный. Да. Поджарьте ему два яйца. И закройте блюдо, чтобы яйца оставались теплыми. Да, миссис Ричмонд. Мистер Ричмонд так рад, что возвращается в Англию. Хочу, чтобы у него был настоящий английский завтрак. Доброе утро, Чарльз. Уже видна Англия. Я приготовила яичницу с беконом на завтрак. Что скажешь? Чарльз? 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 Тони. Тони. Привет. Он умер. Чарльз умер. Что? Умер? Как это? Не знаю. Я хотела сказать ему про завтрак. Глаза у него были открыты. Ты уверена, что он мертв? Может, потерял сознание? Он мертв. Что же делать? Завещание недействительное, оно еще не зарегистрировано. Ты не получишь ни пенни. Столько месяцев ожидания. Столько денег. И не хватило нескольких часов, даже минут. Подожди-ка. Ты кому-нибудь сказала, что он умер? Нет. Ты уверена? Да, я сразу пришла к тебе. Тогда еще есть шанс. Что ты... Давай, быстрее. Идем. Он умер или нет. Он точно мертв. Ты ничего не чувствуешь? Что я должен чувствовать? Я позову капитана. Нет. Слушай меня внимательно. Он не мертв. Если тебе нужны деньги, то он жив. Но все узнают. Никто не узнает. Иди на кухню, принеси завтрак. Отвези его к себе. Посиди там какое-то время. Нет. Скажешь слугам, что он устал, хочет еще поспать. Потом придешь ко мне в салон. Не забудь закрыть дверь. Тони. Еще не все потеряно. Все в порядке? Да. Улыбайся. Ты выглядишь расстроен. Что мы будем делать? Веди себя так, вот-то он жив. Но как мы сможем... Мы причалим через два часа. Спустим его на берег. Свадьба и путешествие утомили его, и он никого не хочет видеть. Я зарегистрирую завещание в Лондоне. А потом он умрет от инфаркта в собственном доме. Но доктор все поймет. Нет. Я найду доктора, который напишет в свидетельстве, что он умер в Фоксхерсте. А как мы спустим его с яхты? Ты отвезешь его на кресле. Не забудь, дверь должна быть закрытой. Нет, я не смогу это сделать. Послушай, он хотел, чтобы ты унаследовала его деньги. Ты должна через это пройти. Иди в его каюту. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты должна все время держать дверь закрытой. Где его одежда? Одежда Мария. Он жив, Мария? Жив. Субтитры сделал DimaTorzok Ты поможешь мне спустить его с яхты? Нет, я буду занят на таможне. Я не могу сделать это одна. Томас тебе поможет. Он поймет. Он все поймет. Держи себя в руках. Думай о том, как это важно для нас. Когда привезешь его домой, закрой дверь и не впускай никого, кроме доктора. Я пришлю его, как только смогу. Ты поняла меня? Хорошо? Мне нужно выпить. Сделай все так, как я сказал. Запомнила? Да. Ну,31-м. Девушки отдыхают. Так, все в порядке. Я отвезу его. Я справлюсь. Вам уже лучше, сэр? Спасибо, капитан. Я не хочу, чтобы он говорил. Все готово, мадам. Благодарю вас. Все в порядке, дядя? Я запретила ему говорить, тут холодный воздух. Да, конечно. Заносите его в машину. Заносите его в машину. Заносите его в машину. Дай мне сигарету, пожалуйста. У тебя есть спички, Джон? Мистер Ричмонд хочет курить, а я оставил зажигалку в другом пальто. Да, сэр. Возьмите, дядя. Только одну. Помните, что сказал доктор? Спасибо, Джон. Да, сэр. Мистер Ричмонд Мистер Ричмонд Привет, Бэйнс. Ты знаешь, мистер Ричмонд. Да, конечно. Добро пожаловать домой, мадам. Боюсь, мистер Ричмонд болен. Я разжег камин в его комнате. Спасибо. Следуйте за мной. Он заснул, осторожней. Джон, отвези меня в Лондон. Да, сэр. Если что, я буду в конторе. Спасибо, Бэйнс. Приготовить ланч, мадам? Позже, когда мистер Ричмонд проснется. Не беспокойте нас, пока я не позвоню. Хорошо, мадам. Позже, когда мистер Ричмонд Мистер Энтони Ричмонда, пожалуйста. А когда он будет? Скажите, что звонила миссис Чарльз Ричмонд. Это срочно. Я привез вам ужин, мадам. Мистер Ричмонд спит. Я позвоню, если что-нибудь понадобится. Хорошо, мадам. Мистер Ричмонд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Доброе утро, мадам. Да? Что вы хотите? Я приготовил завтрак. Я не голодна. Может быть, мистер Ричмонд что-нибудь хочет? Он плохо себя чувствует. Позвольте мне послать за доктором. Я уже вызвала доктора. Жду его с минуты на минуту. Проводите его сюда, когда он придет. Ничего серьезного, я уверена. Просто ему нужен отдых. Шофер ждет внизу. Отдать ему какие-нибудь приказания? Не сейчас. Спасибо, Бейнс. Мистер Ричмонда. Так найдите его. Я хочу поговорить с мистером Ричмондом. Миссис Ричмонд, меня зовут Ломер. Я пришел по поводу вашего мужа. Слава Богу, я вас ждала. Почему вы не закрыли глаза? Я не смогла. Не смогла к нему прикоснуться. Вы прибыли в Англию вчера? Да. Когда умер ваш муж? На яхте, перед тем, как мы причалили. Как вы думаете, что стало причиной смерти? Сердце. Он был болен. Он мог умереть в любой момент. Кто его сюда принес? Один из слуг. Он ничего не заметил? Нет, он думал, что он спит. Но если вы знали, что он умер, зачем вы привезли его сюда? Почему вы не известили полицию в порту? Но почему вы спрашиваете меня об этом? Доктор Ломер, вы... Доктор Ломер, боюсь, возникло недоразумение. Меня вызвал Бэйнс. Я не врач, я офицер полиции. Доктор Ломер, боюсь, возникло недоразумение. Доброе утро, Бэйнс. Доброе утро, сэр. Миссис Ричмонд вас ждет. Сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов. Конечно, сэр. Когда вы поднимали мистера Ричмонда наверх, он был жив? Вы в этом уверены? Да, сэр. Он спал. Спал? Вы не могли ошибиться? Может быть, он был мертв? Нет, сэр. Вы в этом уверены? Разумеется, сэр. Почему? Я слышал его дыхание. Действительно слышали? У меня нет проблем со слухом, сэр. И никто не входил в комнату мистера Ричмонда, кроме его жены? Только я, сэр. Я привез ужин на тележке и увез его обратно. Для двоих? Да, сэр. Они оба поели. Ясно. А когда вы начали беспокоиться? Когда я зашел в его комнату утром, миссис Ричмонд не позволила мне войти и сервировать завтрак. Я увидел мистера Ричмонда в кресле и почувствовал, что что-то не так. Не так, что он умер. И тогда я позвонил вам. Позвольте, сэр. Спасибо. Войдите. Вы по-прежнему настаиваете, что ваш муж умер на яхте, миссис Ричмонд? Да. Что вы сделали, когда вошли в его каюту и увидели, что он умер? Я позвонила в звонок. Вот как? И никто не пришел? Нет. Не знаю, почему. Наверное, звонок не работал. Почему вы не пошли к капитану? Я не пошла, потому что... Я была очень расстроена. Ясно. Какие чувства вы испытывали к мистеру Ричмонду? С ним легко было ладить? Я научилась его понимать. Брак смягчил его характер? Похоже на то. Но он был тяжелым человеком. Для меня нет. Он был счастлив. Счастливый человек, который хотел жить. Можно так сказать? Он хотел жить. И знал о своем состоянии. Как я понял, до брака вы были его сиделкой? Да. А после брака вы продолжали ухаживать за ним? Разумеется. Значит, все лекарства, снотворные, успокоительные, давали ему только вы? Только я. Он не мог принимать лекарства без вашего ведома? Нет. С момента вашего возвращения никто не был с вашим мужем, кроме вас? Нет. Какие лекарства вы ему давали? Никаких. Говорю вам, он был мертв, он умер в море. Это вы так говорите. На самом деле, он умер здесь. Кроме вас, здесь никого не было? Он умер на яхте от сердечного приступа. Где бы это ни случилось, ваш муж умер от отравления барбитуратом. Миссис Ричмонд, ваш муж был убит. Нет. Этого не может быть. Это невозможно. Она не могла этого сделать. Вы предъявили ей обвинение? Еще нет. Какие у вас были отношения с миссис Ричмонд? Вполне нормальные. До сих пор не могу поверить. Но вы не одобряли ее брак с вашим дядей. Что ж, сначала нет. Я боялся, что она выходит за него из-за денег. Ясно. А после свадьбы вам не казалось, что она хочет от него избавиться? Боже мой, нет. Она была искренне привязана к нему. Она хотела с вами увидеться. Вы не возражаете? Конечно, нет. Я хочу помочь ей, чем смогу. Миссис Ричмонд, вы повторите то, что вы нам сказали о смерти мужа. Тони, они мне не верят. Скажи им, что он умер на яхте. Это так? Я вам уже сказал. Не могли бы вы повторить? Когда дядя приехал домой, он был жив. Но это неправда. Я не видел миссис Ричмонд с тех пор, как это случилось. Я должен поговорить с ней наедине. Хорошо. К тому же у меня нет вопросов к миссис Ричмонд в данный момент. Как ты не понимаешь? Чарльз был убит. Ты сказал, что он был жив, когда мы его принесли домой. Теперь они думают... Я не знал, что ты сказала Ломеру. Я не мог изменить свою версию за минуту. Зачем ты впустил его в комнату? Я думала, это врач, которого ты прислал. Почему ты мне не позвонил? Я сходила с ума от ожидания. Что я теперь им скажу? Как я смогу все объяснить? Просто скажи им правду. Что ты имеешь в виду? Что мы хотели, чтобы все думали, что он еще жив. И не вызвали врача, потому что хотели зарегистрировать завещание. В любом случае, ничего не говори, пока мы не найдем адвокатов. Но они сказали, что Чарльз был отравлен. Они думают, что это я. Это абсурдно. Ты была заинтересована в том, чтобы он был жив. Кто его убил, Тони? Кто мог это сделать? Они это выяснят. Просто говори правду. Тебе нечего бояться. И помни, я буду с тобой. Я найду адвоката для миссис Ричмонд. Это разумно. Миссис Ричмонд, я вынужден просить вас не покидать этот дом. Она арестована? Нет, но в ее интересах будет остаться здесь. Хорошо. Я попрошу адвоката приехать сюда. Томас? Да, сэр. Я хотел бы поговорить с тобой. Я читал показания, которые ты дал сержанту Питерсу. Ты уверен, что мистер Ричмонд был жив, когда вы увозили его с яхты? Да, сэр, уверен. Он с тобой и разговаривал? Нет, ему не здоровилось. Ты не жалеешь о его смерти? Вы с братом ненавидели старика? С ним было непросто. Это я уже понял. Ты ничего не хочешь добавить к своим показаниям? Нет, сэр. Спасибо. Какие отношения были у мистера и миссис Ричмонд перед тем, как они поженились? Она его ненавидела. Ненавидела? И как она проявляла свою ненависть? Она оскорбляла его перед нами, кричала на него. При всех? Несколько раз. Потом она сошла на берег, ушла от него. Но она вернулась. Это не похоже на ненависть. Мистер Ричмонд ее подкупил, если можно так сказать. Чтобы она вышла за него? Пожалуй. И после этого они поженились? Она стала проявлять к нему больше любви, но я знаю, что она играла. Почему вы так говорите? Я видел ее с Энтони Ричмондом. И что они делали? Она его обнимала. То есть они обнимались? Мне показалось, что он делал это из вежливости. Она была ему влечена, это точно. Ясно. Куда ведет этот звонок? В каюту стюардов. Но там никого нет. Вы чего-то хотите? Нет. Вы были одним из свидетелей, подписавших завещание, так? Да. Какой была реакция Энтони Ричмонда? Он был не согласен с решением дяди, считал, что миссис Ричмонд нельзя доверять. Благодарю вас. Не хотел бы я быть ее адвокатом. Вы говорите, что отвезли тело вашего мужа на берег, чтобы все подумали, будто он еще жив. Зачем вы это сделали? Мой муж написал на Майорке завещание, оставив все деньги мне. Я знала, что его надо зарегистрировать, чтобы оно было действительным, и я хотела, чтобы люди считали его живым, пока это не будет сделано. Я знаю, это звучит ужасно, это ужасный расчет, но я это сделала. Я говорю вам правду. Я спустила его на берег и отвезла в этот дом. Все говорят, что он был жив, когда его привезли домой слуги, шофер. Они должны были так думать, понимаете? Я-то понимаю, но полиция считает, что вы лжете. Я не лгу. Зачем мне нужно было придумывать такую историю? У вас могли быть причины. Если ваш муж умер на яхте, убить его могли многие, а в этом доме только вы. Но он умер на яхте. Вы же мой адвокат. Вы мне не верите? Чтобы помочь вам, я должен смотреть на вещи с другой стороны. Что касается завещания, вы сказали об этом полиции? Нет, я не говорила им о завещании. Еще нет. На вашем месте я бы этого не делал. Почему? По английским законам, завещание не нужно регистрировать. Что? Оно должно быть подписано двумя свидетелями, что было сделано на Майорке. Так что оно уже было действительное. Это невозможно. Не могу поверить. Нет. Этого не может быть. Должно быть какое-то объяснение. Я, наверное, неправильно поняла. Но он сказал мне, что едет в Лондон регистрировать завещание. Он так сказал. Миссис Ричмонд в кабинете с адвокатами. Добрый день. Добрый день. Ты солгал мне насчет завещания. Почему? Завещание? А что с завещанием? Это мои адвокаты. Они здесь, чтобы помочь мне. Скажи им правду. Я скажу им все, что хочешь, как только узнаю, о чем речь. О чем я должен им сказать? Как это о чем? Мы ведь вместе спланировали это. Скажи им. Спланировали? Что? Тебе больше не нужно притворяться. Скажи им, как ты нашел меня и хотел выдать замуж за Чарльза. Я был против этого брака. Да. Это было частью его плана. Какого плана, миссис Ричмонд? Он хотел, чтобы Чарльз женился на мне и написал завещание в мою пользу. Зачем ему это было нужно? Я должна была дать ему миллион фунтов, когда он оследует деньги. Помнишь, Тони? Какая чушь. Я был против этого завещания. Лжец. Говорю вам, это правда. Поэтому вы и убили мужа? Я не убивала. Он умер на яхте. Он велел мне отвезти мужа на берег, как будто он еще жив. Я не хотела, но он меня заставил. Зачем ему это было нужно? Чтобы он мог зарегистрировать завещание. Завещание не нужно регистрировать. Я этого не знала. Не знала. Ты ведь знаешь, что он умер на яхте. Почему ты им не скажешь? Все знают, что он был жив, когда его привезли домой. Я зажег ему сигару в машине. Ты. Ты это сделал. Ты его убил. Я знаю правду. Я хочу сказать правду. Он это сделал. Это он сделал. Он убил Чарльза. Он это сделал. Это он. 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 Я вынужден предъявить вам ордер на арест за убийство вашего мужа Чарльза Ричмонда. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Сказать, что я хотел выдать ее замуж за дядю, это абсурд Я сам отговаривал его от женитьбы В прошлый раз вы сказали мне, что ваши отношения с миссис Ричмонд были нормальными Но, видимо, это не совсем так На самом деле она была увлечена вами Почему вы не сказали мне об этом? Я не хотел, чтобы об этом знали Она и так глубоко увязла Как я понимаю, вы не разделяли ее чувств Почему? Она привлекательная женщина Конечно, но я работал на своего дядю Она была его женой Ясно, благодарю вас, мистер Ричмонд Она просила о встрече с вами, не знаю, захотите ли вы ее видеть Хорошо, я встречусь с ней Я отдам распоряжение У вас есть 10 минут Видишь, я пришел Знаешь, мне тебе жаль, но ты просто была подходящим человеком Ты задумал это с самого начала С нашей первой встречи На самом деле, еще до нашей встречи Ты была мне нужна Ричмонд любил использовать людей Вот и я использовал его И тебя Ты это сделал Ты так хотел получить эти деньги Ты убил его ради них Ты не представляешь, какое удовольствие я получил Дурак Тебе не нужно было этого делать Ты же видел, как я любила тебя Я верила в тебя Когда-нибудь все это стало бы твоим Как я мог доверять тебе? Доверять женщине? Я видел, как ты велела хвостом перед ним Так же, как моя мать Как какой-нибудь спаниель А я поверила тебе Потому что я предложил тебе одно из самых больших состояний в мире Ты думаешь, это было так просто? Мне не нужны эти деньги Теперь я это знаю Можешь их забрать Бери все Ты их заслужил Я их получу в любом случае Когда тебя осудят Деньги Ричмонда перейдут к следующему наследнику Ко мне Вот как Ты безумен Теперь я поняла Ты ненормальный Нет, Мария Нужно быть здравомыслящим человеком Чтобы придумать такой совершенный план Ведь он совершенен Ты хочешь, чтобы я умерла? Чтобы я умерла? Ты убийца Сколько еще жизней ты собираешься уничтожить? У тебя ничего не выйдет Никогда Они поверят мне Поверят Поверят Будь ты проклят Будь ты проклят Я о ней позабочусь Не трогай меня Убирайся Ое... Убирайся Убирайся Он хочет, чтобы я умерла. Он хочет, чтобы я умерла. Я хочу кое-что добавить, дамы и господа присяжные. Мне кажется, все зависит от того, поверите ли вы в красочную историю, подсудимой о том, что она нашла своего мужа мертвым на яхте, и что она отвезла его тело домой, потому что думала о необходимости регистрации его завещания. Правда ли это? Или она все это придумала с определенной целью? Вы выслушали показания многих свидетелей о том, что мистер Ричмонд был жив, когда он вернулся домой. И до тех пор, пока мистер Ричмонд не был найден мертвым в своем кресле детективом Ломером, миссис Ричмонд была одна со своим мужем. Если вы поверите тому, что мистер Ричмонд был жив, когда он вернулся домой, то, возможно, вы придете к выводу, что он был убит подсудимой. К сожалению, заключение врача вам не поможет. Прошло слишком много времени для того, чтобы можно было точно определить момент смерти. И, тем не менее, можно сказать, что он умер в день прибытия в Фоксхерст. Вскрытие также показало, что ужин, который мистер и миссис Ричмонд предположительно съели вместе, не был съеден покойным. Так что вы должны определить, чьим показаниям вы поверите. При вынесении вердикта прошу вас опираться лишь на те показания, которые вы слышали в суде. Теперь прошу вас выполнить вашу священную обязанность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы слышали новость, сэр. Боюсь, это именно то, чего мы ожидали. Да, Бейнс. 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 Продолжение следует... 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 Меня отравили. Пленка нам не нужна, мистер Ричмонд. Это ложь. Ложь? То, что вы пришли в каюту дяди после ухода его жены, что вы отравили его лекарства, что вы обрезали звонок, чтобы он не мог позвать на помощь. Когда Томас пришел в его каюту утром, он увидел, что ваш дядя мертв и сжимает в руке кнопку микрофона. Томас заподозрил миссис Ричмонд. Он прослушал пленку и забрал ее, думая, что ваш дядя обвиняет свою жену. Так и было, это была она. Это могло быть так, пока я не увидел вашу реакцию. Теперь мы все знаем, не так ли? Спасибо, Томас. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ